не менее я другую камеру включил я в стационарную камеру включила идет запись сейчас секундочку значит сегодня у нас 26 октября 2013 года московское время 16 часов ноль четыре минуты представьтесь пожалуйста кто говорит и записывал германия вот не шестьдесят лет на скайпе основные данные мои стоят я своего имени как и вы не скрываю и считаю вот надо больше наверное общаться все таки с людьми которые свои имена настоящие выставляют тем более фотографию георгий пользует пользуюсь случаем как бы это мое но эта фишка проекта я буду на том проекте где модераторы сделают только такую функцию люди зарегистрировавшиеся на портале только под собственными именами и там индексы что другие люди по друг другом по коммуницировав увидели друг друга паспорт ставит галочки что мы видели кто видел то есть вот эта система обратной связи и контроля она обязательно должна быть это вот я продвигаю такой проект спасибо что поддерживаете когда делаешь честное дело даже если зарабатываешь при этом деньги то вот покупатель продавец вот они должны друг друга как ну доверие всегда а у нас все тут покупается продается ну хорошо я перейду сейчас вот на то что наил шагалеев сказал насчет формирования сознания вот а как можно формировать сознание если один стоит голодный а другой типа березовский да вот не знают куда деньги тут сознание формирование сознания невозможно нужно систему менять таким образом чтобы распределение ресурсов было более-менее равномерное и вообще основывать сообщество надо в первую очередь на материальной основе вот я пропагирую следующее и почему-то я говорю уже последнее время что наверно на сто лет раньше родился или как вот если человек покупает что-либо он должен становиться совладельцем этого предприятия где он что-либо покупает но чтобы как бы его не привязать куда-то где ему потом может быть эти продукты когда-то не понравится или обслуживание еще что-нибудь самого начала у него есть возможность переключиться на следующее 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 предприятие тем более разнотипное где он может приобрести все что хочет и в общем это конгломерат англомерат между потребителями и фирмами которые включились вместе и каждый раз когда покупаешь какой-то продукт какая-то часть собой уплаченных денег из того что ты уже оплатил ложится в отдельную кассу для развития вот этой экономической системы вот и это я разглядываю одновременно как банк и это я разглядываю как пенсионную кассу если нам всем только таким образом мы можем из этого вот что сейчас творится из малого начинаем большое забрать обратно что народам принадлежит народы создали все вот эти благо что на этой земле и не благо тоже имеется и они могут вот таким образом вернуть себе это все обратно но я не учитываю конечно сопротивление вот этого закулисного класса вот а если мы его так сказать его сопротивление просто отбросим и скажем мы таким образом начнем воссоединяться между собой каждый раз когда я что-то покупаю я становлюсь все больше и больше совладельцем этого предприятия и другие люди тоже и других предприятий тоже и в общем это механизм номер один самый главный второй следующий механизм чтобы кто-то в этой системе потому что она все-таки основана на мультилевель маркетинге в начальном своей фазе вот чтобы не произошло что кто-то опять миллиарды начал зарабатывать мы миллиардеров допустить не должны то есть чем больше ты зарабатываешь внутри этой системы за счет этих людей которые там находятся тем больше ты должен возвращать обратную систему по определенной таблице которую устанавливают опять же скажем экономисты с ведущие люди которые примерно вот примерно меньше ошибутся чем скажем я не будучи экономистом и третье самое главное правило это контроль контроль не сверху организованный как он обычно делается в этом мире а абсолютно с середины с нижней ее части середины вот это коротко если не так поэтому вот это вот мораль человека воспитывать и все такое это нужно после того как мы одинаково покушали то есть ты не сидишь напротив меня совершенно голодный а я мораль тут проповедую вот нажравшись конечно вот так не пойдет мораль мораль откидываем в сторону и начинаем распределять ресурсы в первую очередь фактически основная моя мысль ну согласен согласен а если по частям перейти то я уже дальше себе так представляю что давай на на примере допустим я вот тут в ойрах считаю можно и в рублях конечно считать вот считаем в систему падает 4 ойра 44 я умышленно беру эту цифру потому что это 444 цента и эта цифра такая интересная это 444 месяца по одному центу это 37 лет если ваш можно на ты я росла да конечно конечно я росла если ты где-то что-то приобрел тебя в этой системе в эту накопительную экономическую кассу упала 4 ойра 44 то я их раскладываю на 444 месяца по одному центу вот это 37 лет я говорю это хороший такой срок вот можно конечно 40 лет или 35 взять ну вот беру я такой значит правильно неправильно во всяком случае если каждый раз когда ты что-то приобретаешь в договорном предприятии с которым ты в договоре стоишь и она стоит скажем в договоре с нами вот оно чужое мы его в договор взяли и таким образом всегда идет что каждый раз когда ты где-то что-то вот какая-то сумма накапливается как только на 444 составляет потому что если ты хлеб в булочной закупил там не будет в эту кассу не может 444 упасть слишком много при этой малой закупки вот там упадет пару копеек и когда-то они на 444 в течение месяца или двух накопится и падает эту систему распределяется таким образом если мы смотрим в будущее то когда-то через 20-30 месяцев не знаю когда начнут эти центры приносить прибыль вот поэтому я говорю это пенсионная касса начинает уже раньше работать чем те пенсионные кассы которых мы привыкли и она напрямую привязана промышленности тем более когда-то за свои деньги мы уже сами предприятия будем ставить не обязательно договорные предприятия то есть будем свои предприятия ставить тот же самый пикарный кафе то же самое магазин с велосипедами то же самое магазин с одеждой то же самое производство добыча вот и переработка то есть начиная с самого начала эксплуатации исследования геологические все когда-либо в будущем а вначале мы начинаем с малого с малого вот примерно улавливаете о чем это но стараюсь стараюсь может тяжеловато потому что вот я говорю я настолько уже разозленный разговаривая с людьми очень мало людей меня понимают вот и те что понимают у них нету времени нету денег нет желания и они не понимают главное что я их приглашаю в дело которое не мне принадлежит а им так же как и мне вот в соответствии с тем что ты вложил вложил ты скажем тысячу ойро или 500 или сколько значит у тебя столько там голосов я здесь распределяю вот и нету такого что у всех один голос тем более если ты много зарабатываешь а я у тебя много денег забираю обратно на всех так сказать инвестирую это образуется опять рабочие места и так далее вот и эти деньги остаются вот в этом котле если идет самого начала от добычи до потребления все в одном котле то количество денег фактически не изменяется изменяется только за счет того что она построили новое здание общая стоимость всего имущества увеличилась там скажем на 500 на миллион или на сколько значит мы можем и соответственно добавить вот этих денежных единиц какие у нас там есть я сейчас про ойро говорю это неважно какие у нас будут мы можем любыми деньгами считать вот многие говорят вот мы опять тут начинаешь систему с этими деньгами которые уже накрываются которые неправильные все я говорю это без разницы мы же превращаем эти деньги неважно какие сразу какое-то имущество или или вот какое-то производство или какой-то огород да заложен где помидоры огурцы редис куда будет какой-то там крестьянин это делать вот мы постоянно будем жидкие то есть наличные деньги это только как обычная единица измерения значит труда и товара большего она и не должна значить вот здесь пустышек каких-то не может быть вот только то количество денег которое у нас имущество есть или работа исполнена не вся не все измеряется значит в имуществе измеряется там может где-то учителя и так далее это передача знаний это рабочие единицы все измеряется что мы не хотим назовем деньгами или еще какими-то вот обозначением все равно это единица измерения останется поэтому меня уже эти экономисты заколебали тем что они говорят вот это все искусственно это все сдутое ну и черт с ним главное если ты вздувать не будешь внутри такого сообщества а она там и не будет потому что во первых во главе всего этого стоят инвесторы а потом еще хорошие головы которые могут подняться этот главный гремиум главный парламент сверху да он должен быть большой он должен быть большой например у нас германия скажем 500 или 1000 человек у вас в россии там столько-то и так далее и все это инвесторы плюс хорошие люди приходящие со стороны вот президента такого это может быть исполняющие обязанности какого-то там президента я себе представляю между сессиями между собраниями вот внутри такого сообщества кто-то через в течение недели или двух пока собраний нету он исполняет то что ему собрание поручило а такого не может быть что он подписал вот он решил он подписал он издал указ и все такого президента никто не имеет права издавать какие-то приказы на жилье мы сейчас делаем такое сообщество мы двое в теории в теории в все правильно народная демократия народное принятие решения и так далее это все верно но есть такие вещи о которых люди не могут компетентно рассуждать то есть люди не могут компетентно рассуждать о значимости фундаментальных исследований фундаментに науки люди не могут рассуждать надобности способности, стратегических подводных лодок авианосцев, авианесущих крейсеров, стратегических бомбардировщиков, развития орбитальных спутниковых систем и так далее. То есть, и, к сожалению, общество не хочет интересоваться этими узкопрофильными вещами. Ну, а общество и не может, тем более там специализация. Ну, а как тогда? Как тогда оперировать к тому, что общество поручит заниматься этими вещами президенту? На это президент и есть, что президентом становится не просто так, а там готовятся, выбирают совокупные знания и навыки, ну, в идеале как бы. И он несет ответственность за всех тех, которые ему делегировали полномочия заботиться о своей жизни. Ярослав, у нас до идеала, наверное, еще столетия будет. Поэтому каждый раз, когда во главе чего-то одна человечка, один человек стоит, вот, то что случается? Он становится чьей-то куклой. Рано или поздно его все равно купят, его все равно скомпрометируют, да, что он кому-то будет потаным. Поэтому надо от этого одного избавляться. А чтобы решение народа более было, ну как, ближе к истине, несмотря на то, что, как ты говоришь, там, незнание в большой массе народа в этих частных вопросах, Несмотря на это, можно, как говорится, выявить правильное решение, правильное мнение. Каким образом? Люди, которые в системе работают и доходят до какого-то заработка, получают дополнительные голоса. И тот, скажем, кто много зарабатывает и отдает обратно в систему много денег, он тоже больше голосов. Конечно, не до бесконечности, там тоже ограничения должны быть. Вот. И за счет этого, за счет того, что у этих людей, которые больше зарабатывают, значит, больше шевелятся, значит, больше каких-то, как правило, есть исключение, знаний, как более такое... Но в России, в России это не работает, там, где происходит первичное накопление капитала, там бандитский капитализм, там ни о каком здравом, там кто наглее, кто сильнее, кто более беспредельнее, тот и зарабатывает на коне. Это правильно, это правильно. Я же говорю о том сообществе, которое начинается с двух человек. Сначала я, вот у меня идея такая, я говорю, Ярослав, если тебе эта идея нравится, мы начинаем вместе, нам так или иначе придется вместе решать. Если мы сложились, там, ты больше положил денег или я, чтобы начать вот эту работу, значит, эти деньги уже не разнимаются. У нас изначальный закон, что мы положили в кучу, то остается в кучу. Даст эта прибыль, слава Богу, не даст, значит, должны делать дальше, искать третьего человека, четвертого, пятого, шестого. Вот, и я исхожу. А здесь, в этом сообществе, как я уже сказал, чем больше зарабатываешь, тем больше обратно в систему. И у нас, кроме вот этого высшего гремиума, о котором я уже говорил, есть еще два парламента. Первый парламент, это нижний, куда заходят все люди невыборно, достигшие, скажем, тысячи ойра заработка. Вот, заходят они в парламент, и у них уже добавочные голоса есть. Второй над ним, высший парламент, это уже этим первым избираются один раз люди для контроля системы, то есть снизу контроль собирается. Там же формируются на каких-то условиях народные дружины, чтобы, если мы с тобой, инвесторы, сидим наверху, чтобы те правила, которые мы расписали, не нарушали, иначе мы снизу получим дубинкой по голове. Вот как ты на это смотришь? Ну, в теории так. А по практике потом все по-другому пойдет, да? Конечно. Да, но, несмотря на это, люди всегда же к чему-то стремятся к лучшему. Вот я предлагаю что-то лучшее, к чему можно стремиться, и таким образом подшатнуть всю эту систему. Потому что Рокфеллер, или там, кто там есть, прочее, он не будет создавать в противовес такую же систему, в которой надо делиться. Тут же основное правило делиться, если ты много зарабатываешь, да, чем больше зарабатываешь, тем больше делишься. Окей, ты можешь все равно богатым быть, да, просто я боюсь миллиардеров. Они мне прямо вот плохо, когда я слышу миллиардеры. Потому что они и есть несчастье. Везде, где что не происходило, вот отрицательное, в этом мире, всегда замешаны супербогатые люди, правильно? Тот же самый Березовский воины устраивал, и все такое, оружие, да? Ну, это инструмент заработка. Вы странные люди какие-то. Бизнес, современные деньги, они создаются на управлении колониями, на отъеме. То есть заставлять других работать задарма, объяснить им, что это дармо, наоборот, это хорошо. Сверхприбыль ты оставляешь себе, ну и так далее. Это и есть суть капиталистической экономической формации. Поэтому речь идет о смене экономической формации. Ну да, я же и предлагаю возможную модель для смены этой капиталистической... Там не будет заработка, поймите, там будут другие вещи, там будут другие индексы. Когда у тебя жилье есть, еда есть, еще что-то, у тебя будут индексы, что ты полезного сделал для общества. Ярослав, а как попасть вот в эту систему, о которой ты сейчас говоришь? Какая? Ну вот это вот, где индексы, где не будет там заработка какого-то, другой тип распределения. Распространить устройство, сейчас речь идет о создании мастер-классов и о распространении технологической карты по созданию бестопливных генераторов. Ну это в любую систему. Других путей нету, вот других путей нету, общество никогда не договорится. Вот нас всех разбили на классы, на сословия, город, пригород, деревни там и так далее. Нас всех расчленили. Мы никогда не договоримся. Движение пойдет только, что люди объединятся по принципу, есть технология такая, и они ее пользуют. Либо технологии есть, а кто-то говорит, нет, это неправильно, нужно платить, там и так далее. Вот общество разделится на две структуры, которые говорят, ребята, можно же жить и не батрачить. И те, которые будут говорить, не-не-не, батрачить надо обязательно, вы что? Вот они будут батрачить дальше, и вот расчленение тебе общества на два лагеря, и опять противодействие, опять война. Не-не-не, как бы правильно сказать-то, расчленение будет же не насильственное. Те, кто будут использовать БТГ, они не отбирают у другой части что-то. Ведь все расслоения так или иначе всегда вели к тому, что люди друг с другом продолжали бороться. Даже гражданская война, когда внутри семьи брат на брат идёт. Почему? Потому что идёт борьба за руководство, ну, в том или ином каком-то сегменте или ореоле обитания. А почему борьба за руководство идёт? Потому что это ресурсы, это поля, это вода, это женщины или мужчины. Ну, у каждого там свои какие-то интересы. Когда же речь идёт о новой научной парадигме, о новой экономической формации, экономикой изобилия, то ты можешь абсолютно автономно сосуществовать. И тебе ни у кого ничего не нужно отбирать. Вот смысл в чём. Что зарождается новое мировоззрение. Я понимаю, бесплатная электроэнергия позволяет многое сделать самому. Но вот этот сам ящик для производства этой энергии, он же тоже где-то его надо взять? Или там, скажем, тот оранжерею или что там, парник себе большой построишь, где вот бесплатная энергия зимой можешь выращивать всё, что хочешь. Ну, почему? Сначала это будут начинаться люди чуть ли не в квартирах, в комнатах запустят себе и будут выращивать овощи. Ведь мы же ходим на работу для того, чтобы обеспечить себе продовольствие, оплатить проживание в этой клетке и всё. Ведь накапливать могут очень малое количество людей. Я не знаю, как за рубежом, не буду говорить про всю планету, а за Россию, как бы скажу, что накопительством могут заниматься очень ограниченный сегмент людей. А то, что кризис идёт по всей планете, это свидетельство о том, что большинство на планете не могут заниматься. Все живут в долг. И рано или поздно эта петля, она затягивается и затягивается. Ну, если, вот смотри, в системе, которую я представляю себе, я... Сейчас, секундочку, у меня входящий звонок. Ага. Так, ещё система, просто компьютер висит. Да, Ярослав, выходит, и ты меня не понимаешь. Ты как бы уповаешь на то, что эта система сама поменяется. Нет, я не уповаю, я... Просто система должна быть простая. Понимаете, в чём дело? Что предлагать людям сложное, витиеватую схему, они её не поймут. У них нет времени реализовать. Если бы у вас были бы финансы, или были бы у вас помощники, которые могли бы создать мультик, презентацию, комиксы, поясняющие это людям, то тогда возникает шанс донести эту идею до людей. Когда этого нету, ну... Я даже на русском языке... Вот на немецком у меня есть тезисы, значит, такого сообщества. А на русском, вот, никак. У меня там маленький текст есть, но на русском, конечно, но он не такой, как тот на немецком. Вот. Я сейчас его попробую переслать, этот на русском. На немецком, конечно, не читаете, да? Нет. Хорошо, хотя бы тот, вот, хотя бы. Система, которую представляю я, это как замкнутый круг. Вот если представить себе мульти-левельный маркетинг, то, что делал, скажем, ну, это вообще финансовая пирамида в Мавроди, то там последние остаются по-любому в дураках. Если придешь в какое-то предприятие, как последний, например, взять МВИ, да, все там знают тоже, или Герболяев, то тоже ты можешь только приобретать, но зарабатывать ничего не будешь. Систему, которую представляю я, последних нету. На воздачу, как я там где-то пишу, поспевают все. Сейчас я вышлю. Смотрю, где она. Понимаете, теоретиков море. Теоретиков, ну, вот просто пруд пруди. Мне каждый день приходят письма, что все другие лохи, вот его система, она самая гениальная. Возможно, это не оформлено. На это нет интерфейса, на это нет ничего. А люди сегодня таковы, что если это первые 30 секунд непонятно, все, до свидания, проехали. Я понимаю, я понимаю, о чем речь. Поэтому я пытаюсь выходить на людей, которые чуть-чуть поглубже пытаются мыслить, да, или мыслят. Я это записываю на видео, я это выложу в сеть. Вот мы с вами закончим, я это выложу в сеть. Единственное распространение, что вот общаться, что кто-то услышит этот разговор, там, спросит, а как выйти, как связаться, и вот начинает обрастать, обрастать, обрастать. Хорошо, Ярослав, я вот не в следующие дни или недели, но в этом году, во всяком случае, попытаюсь создать что-то озвученное, может быть, с презентацией, с какой-то или еще, более наглядное, лучше, и вот именно по пунктам, первое, второе, третье, расписанное, может тогда, вот, и тем более пользуюсь, значит, вашим распространителем там. Да, да. Вот, таким образом, может тогда, я сейчас вот два дня разговаривал с одним человеком, вот воспринимает абсолютно положительно все и хочет, но таких я людей сколько встречал, а потом у них какие-то проблемы начинаются. Я вот сказал, каждый, что хочет, пусть как у Мавроди, копит сам деньги, и это его инвестиционный капитал будет. Вот. Я лично стал копить на биткоинах. Известны биткоины? Нет, конечно. Почему нет, конечно? Дело в том, что они в России тоже есть платформа торговая. Биткоин – это валюта электронная, состоящая из 32 знаков, шифровка. Нету центрального сервера, есть программа биткоин, которая у каждого, кто хочет этим заниматься, находится на компьютере. Биткоинов, как валюты, всего 21 миллион штук. Всего 21 миллион штук. На России, даже если взять 100 миллионов, скажем, с лишним человек, то даже 20 центов на человека не выйдет. А в мире 7 миллиардов вроде бы людей, это вообще даже, наверное, я не знаю, по копейке выйдет, не выйдет, не выйдет по 3, наверное. Нет? Не выйдет, наверное? 21 миллион биткоинов разделить на 7 миллиардов человек. Ты, наверное, физик, да? Нет, я не физик, я менеджер, я управленец. Моя задача как раз, вот как всех людей свести воедино. А все упираются, и каждый только о своем. Это и проблема, что каждый глубоко погружен в свое, а в соседнее вникать и не хочет даже. Это не его зона компетенции, это не его интересы, это ему никогда не понадобится. Ну, 33 причины. Ну, а если вот я скажу, что система, которую предлагаю я, она может к себе все, что угодно привезать. Ну, ее надо, вот, сам скелет создать. Ну, как, это и есть стартап, что тот идеолог, носитель идеи, первоначально должен обрасти жирком, жирком единомышленников, которые будут либо оплачивать программистов, либо эти программисты и будут этим жирком, и будут вкладывать свой трудовой капитал, свой трудовой ресурс. Это фиксировать надо, это будет иметь какой-то эквивалент. А какой? Самое простое, если твой этот программист скажет, я стою там 2200 или 5000 чего-то в месяц за мою интенсивную работу, то это можно, скажем, если у нас есть ресурсы, часть выплачивать, а часть виртуально на эти 444 месяца раскладывать. Да можно, что на выходе-то? Ну, вот копим мы эту валюту, дальше что мы делаем? А так предприятие создавать, как я сказал? Какое предприятие? Люди инертные. Я говорю, у нас уже лаборатория есть, люди все хотят получить все на халяву. А на халяву ничего не выйдет. Да, ну, я понимаю, я вам говорю, я социсследование провожу уже много лет, а вы вот не выйдет, не выйдет. Я понимаю, общайтесь с людьми. Нет, ну, хорошо, тогда я с другой стороны. Я, вот последнее, которое мне более-менее опять удалось, это духи, значит, структурное предприятие, духи. В 2009 году вошел в эту фирму, которая как раз только зарядилась, я в ней поработал 6 месяцев, и вот уже 4 года, да, вот оно было в сентябре-октябре, когда я вступил, в 2009 году, 9, 10, 11, 12, 13, 4 года, я получаю постоянно деньги. Не много, но пару сотен ойро каждый месяц. Меньше, чем 400 ойро не было, вот последнее, оно все хуже-хуже становится, шеф хочет под себя замять больше, и нам остается все время меньше. Люди побежали. Вот. И люди видят, парфюм, только парфюм. В этой фирме 100 с лишним наименований парфюма, по 12,50, вот, они как марочные пахнут и держатся, концентрация хорошая, парфюмного масла 24% и так далее. Оно функционирует. Теперь добавляешь туда, к этому, маленький процент, вот, скажем, купил духи, значит, там 3, 4 или 5% сколько-то идет тебе, как обратка, для создания экономического общества. Вот тебе, пожалуйста. Понятно, но для этого нужно, чтобы был такой прогрессивный владелец предприятия. Ну, или мы сами создаем такое предприятие? Ну, сами, сами пока мы не можем. Можем. Вот смотри, даже много не надо. Вот надо только эту программу написать, первичную, хотя бы попроще вначале, да, она вообще-то сложнее, чем существующая. И вот ты живешь в Москве. Вот маленькую кафешку, там, где может пиццу или еще что-то подают, и человек заходит туда, заплатил там своих сколько-то счет за то, что он покушал, а ты говоришь, вот хочешь 10 рублей обратно, и ты уже становишься совладельцем этой кафешки. Веди людей сюда, хочешь на этом зарабатывать и так далее. А мы будем потихоньку вот 10 рублей, 50 и так далее инвестировать в следующую кафешку, следующую кафешку, небольшую, маленькую, которая немного стоит, вот такая флексибельная, да? Слово флексибельное у вас уже есть, да? Я понял, Георгий, просто я не могу особенно долго, мы уже беседуем полчаса. Надеюсь, не в пустую, Ярослав. Ничего не делается в пустую. Мы делимся личным опытом. Вот мы показали на видео и распространили в сети интернет действие, что у нас есть ученые, которые готовы свою интеллектуальную собственность дарить другим людям. Через какой инструмент? Что в патентную заявку будут вписаны ваши фамилии, имена и отчества. Нету желающих. Желающих нету. Вы услышите вот это, пожалуйста. Я не просто так обращаюсь в эфирах и говорю биомасса. Биомасса. Пока биомассе не будут заданы новые горизонты, новые форматы, новые цели, биомасса не может сама сгенерировать. У них в головах нету этих пазлов. Ярослав, вот эта биомасса, тысячи людей закупают духи. И они думают, как вот твоя описанная биомасса. Да, и теперь им маленький возврат, как собственность. Они бы все хотели быть собственниками большой индустрии, большой экономики. Я понял. Тогда, Георгий, обращайся тогда к владельцам бизнеса. Понимаешь, мы все фантазируем, ах, если бы, было бы предприятие бы. Так обращайся напрямую к владельцам бизнеса, скажи, дорогие друзья, я знаю, как сделать, как акционировать ваше предприятие. Это же, это акционирование чистой воды, только чуть в ином формате. Ну и все, никакой новизны. Это просто новый элемент продвижения и соакционирования. Но нету, но если про Россию говорить, то в России нету опыта играть в эти игрушки. А так в эти игрушки еще никто не играл? Не, ну акционирование-то существует. А, ну это как? Потом в акционировании пытались в России сыграть, когда СССР развалили, и была приватизация, в эучеризация. В эту игру попытались сыграть. Что страна вся увидела? Что всех опять глобально надули. Потому что приватизацию проводили те, кто вводил эти правила, они все знали, для чего это, какие предприятия они потом украдут у народа. И народ понял, что, дорогие друзья, все, что предлагает капиталистическая система, это все лажа. Это все... Вот Советский бывший Союз не предложил людям, не сказал им, давайте формируйте контрольные органы, и контролируйте нас. А я об этом говорю. Да были контрольные органы в СССР, развалилось все. Люди неспособны. Люди, когда попадают в мегаполис, когда получают свою квартиру, жену, ребенка, дачу, машину, достаток, нахрен им кого-то контролируют. Вы о чем говорите? Вот в Москве, я не знаю, как в Германии, а в Москве люди в товарищеских собственников жилья, в ТСЖ, не могут определиться. А вот смотри, если бы сейчас вот эти высшие органы разрешили себя контролировать, и контролер, вскрывший воровство, ну, которое натурально возвращается обратно, например, получает половина от найденного сворованного. Вот опять, мы не туда, не туда копаешь, Георгий, смотри, ну, потому, потому что, может быть, не работал в высших органах государственной власти, а я работал. Важно не в том, кто поймает и сколько получит, пулю он получит, а не половину. Вот. Важно другое, что тот, кто выявил, неважно, кто выявил, важно, что по факту выявленного, по факту выявленного, все родственники, вся семья лишается всего имущества, выселяется в дальний-дальний гарнизон, им выделяется палатка, киянка, и пусть они землянку копают себе, и начинают все с нуля. И это называется коллективная порука. Семейная ответственность, когда род отвечает за того... Хорошая предложение. За того выродка, который своей жизнью, своим поступком поставил на грань выживания весь свой род. Понимаешь, не то, что жена, там еще что-то. Все родственники, дальние десятые, все. Не общество... Еще раз, Георгий, пожалуйста, внимание, внимание. Не общество должна контролировать этого выродка, а собственная семья должна следить за тем, что, не дай бог... Я понял, я задумку сразу понял. Я понял задумку. Вот, вот это вот идея. Понимаешь, вот это вот... Это идея, да, вот спасибо, что опять новая идея тут мне подсказана. Это здорово. Я согласен. Вполне. Это даже интереснее. Да, ну так, конечно, всех родственников нельзя. Это пол России, там окажется... Подожди, Георгий, подожди. Пусть семья следит за воспитанием в своей семье. Общество не может залезть в постель к мужу, жене, в семью. Это только внутри семейные дела. Если вы не сумели выстроить воспитание внутри семьи, передачу нравственности, жизненных ценностей, еще что-то, ну, друзья, мы не можем общество за вас выполнять эту функцию. Поэтому извиняйте. Давайте все на Магадан, в Магадан. Нам надо развивать тайгу, Сибирь и так далее. Мы вам дадим БТГ, новые источники и так далее. Но вам будет всем пример. Даже если люди вернутся оттуда, они искупят, так сказать, и перевоспитаются на всю жизнь у них в роду будет эта вещь. кто провинился, благодаря кому семья выехала целиком и полностью и начали все с нуля. Это все откладывается в генной в родовой памяти. Смотри, Ярослав, а ведь соседи, если в малом таком масштабе, ведь тоже видят, кто из соседей воровством, грабежом, обманом занимается? Нету доказательств, это все косвенное. Но это не дело соседей, ты пойми, что должно... На свете нету прямых доказательств, например, на Путина? Ну, вот мы опять дискутируем о неком будущем и втягиваем сейчас эту вещь. Не надо сейчас о Путине, о Путине это отдельная тема. Ну, любой другой там высокопоставленный, который миллионами ворует. Я тебе говорю, когда выявлен факт коррупции, вот поймали за руку, то есть говорится, дорогие друзья, вот с настоящего момента начинает действовать такое правило. Поймали, извиняйте, не обессудьте, либо вы своим родственникам скажите, что вы прекращаете с сегодняшнего дня, либо не обессудьте, мы вас предупредили. Все, и с этого момента начинается. Поймали на коррупции, на взятки, там, на чем угодно. Все, дорогие друзья, 24 часа, все, что в руках можете унести и в зубах, вот это единственное, что вы можете взять с собой. Все. Ну, возьмем на более низком уровне, где-то там губерния, да, у губернатора тоже куча родственников, и какие-то родственники довольно-таки крайние, они не причастны даже к этому. Надо с них начинать, их бить или как? Я тебе говорю, если они что-то зна... Как же тебе правильно сказать-то? Значит, пусть они официально скажут, мы этого родственника не знаем, контролировать его не знаем, значит, от каждого получить бумагу, видеофиксацию, но каждый должен зафиксировать. Это пусть будет для них это алиби в случае... Ведь если люди знают, что у них есть родственник-губернатор, они видят, как этот губернатор живут и так далее, они должны понимать, что рано или поздно может вскрыться, откуда у него это все. Значит, пусть будут любезны, публично сделают заявление, что мы не знаем его лично. Да, есть такой родственник, но мы его видели один раз в жизни там, и все. В случае, если будет выявлено, что эти люди такое сообщение сделали, а на самом деле они видятся, факт дачи лживых показаний и по этапу идут вместе с губернатором. Ну, это долгосрочные такие судебные процессы. Я тебе говорю, что это прозрачная вещь. Мы с чего начали? Что люди должны понимать и видеть прозрачность и простоту решения. Это очень понятно и прозрачно. Ну, вообще-то, это всех, если бы, скажем, это высшая власть бы с этим согласилась, то, наверное, можно очень быстро всех раскрыть. Ну, не надо, чтобы высшая власть согласилась. Вот я занимаюсь тем, чтобы баллотировать президенты. Но не надо пока вот высшая власть. У нас до 2018 года еще много времени. Сейчас я предъявлю людям бестопливные генераторы. Людям станет, я не знаю, как в Германии, в Испании, вот говорят, ввели налог на солнечную энергию. У кого есть солнечные батареи, должны платить налог там и так далее. Капитализм будет зажимать. А я веду движение, говорю, что, дорогие друзья, мы ведем речь о том, что Россия может быть самодостаточной страной. Мы можем решить все свои внутренние вопросы и решив все внутренние вопросы, стать помогать... А поэтому ты так за власть одного человека. Понятно. Понятно. Не за власть одного человека. Когда будет реализован этот механизм, президент как таковой не нужен. Это будет просто свадебный генерал. Ну, так я и говорю, это человек, который между сессиями. Он выполняет, значит, вот то, что парламент весь... Он озвучивает. Он держит руку на пульсе всего общества, контактирует с обществом и, так сказать, концептуализирует тренд движения общества. Вот и все. Ну, человек как бы зарабатывает авторитет, то есть предлагаемый вариант, интересный, потому что общество готово послушать, готово там галочку нажать, но бежать что-то делать общество не особо готово. Ну, вот ты говоришь концеп... концеп... как это слово? Концепту... Концепту... Концептуально? Ну, а ты сказал другое слово. Концептуализирует. Концептуализирует. То есть он делает план и исполняет. Это опять один человек делает. Он подбирает команду. Среди общества есть люди, которые говорят, нам это движение интересно, мы готовы работать в команде. Давай задание, давай поручение, мы готовы. И люди находят свое место в этой структуре и это работает. Я просто к чему? Что это не массово. Что общество... Подожди, он подбирает, то есть тут опять все скрытое, игра идет. Ну, почему скрытое? Все, 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 все имена, все прозрачно, все в сети, все в режиме реального времени. А кто его контролирует? Общество, я тебе говорю, все происходит в режиме реального времени в видеотрансляции. Работает живая видеотрансляция, из кабинетов чиновников работает трансляция, из машин чиновников работает трансляция, телефонные звонки работает трансляция. Если у чиновника есть личные звонки от жены, от детей, еще что-то, но это понятно, это понятное количество звонков они могут не выводиться в эфир а все остальное извините будьте любезны у чиновников нету никаких секретно то есть но если это речь не идет о министерстве обороны или еще что-то речь идет о исполнении заказа общества и обеспечение функционала жизнеобеспечения общества то есть стопроцентной публичность стопроцентной публичность одно дело что это где-то с видеокамеры наблюдается а другое дело надо было бы чтобы живые контролёры были чтобы например наша меркельша это вот еврейка там собамой пошла в заднюю комнату за ручки они держатся и что договариваются никто их не контролирует кто-то должен быть люди десяток контролеров краткосрочно выбирающихся еще в сортир с меркель что ли будет ходить или чё ну чё за идиотизм то по делам надо судить людей по делам мало ли они там о чем-то договорились но договорились пофантазировали а потом начинаются какие-то конкретные шаги конкретные шаги проявляются в работе законодательным органам власти лоббирование тех или иных законодательных актов ну и так далее это целая процедура это все и нужно общество разъяснять как функционирует общество как происходит влияние на общество как внедряется то или иное это же все сокрыто от глаз это очень это прерогатив очень узкого круга людей которые работают в госуправлении в муниципальном управлении ну в общем распоряжаются этим делом а большинство общества даже понятия не имеет и самое главное не хочет знать потому что там все сокрыто и там двойная везде мораль стрибула с трибуна одно на местах перед деньги тотально все так устроена система ты не попадешь просто туда ну все-таки много людей хотели бы так сказать контролировать их достаточно вот хотели бы знать что там делается на самом деле да нужно не просто контролировать стоять и щелкать таблом своим нужно же разбираться о чем речь идет но что толку прийти человеку на заседании бюджетного комитета и слушать как люди рассуждают о дефиците профиците кассовом разрыве межотраслевом балансе и так далее ну пришли люди такие глазами похлопали ушли нужны же компетентные специалисты ну вот значит выстраивать что контролер должны быть не абы какие сертифицировать сертифицировать ну в общем это и и выстраивается протокол нового общества да переход вот к этому обществу вот ты считаешь что через через то что выберут правильного президента еще раз вот тебя выберут ты правильный президент но пока ты до туда дойдешь ты же коррумпируешься как все коррумпировались до сих пор потом еще двойников понаставят тебя уже в живых нету да еще раз ты не слышишь смотри вы общество работает по шаблонам вот мы с тобой сколько времени общаешься следишь за моей деятельностью ты не слышишь президентство это всего лишь закрутить информационный информационную воронку вокруг информационного события что человек продвигает прорывные технологии меняющие способны изменить экономическое мироустройство на планете в целом у меня не не задача стать президентом что это моя гипер идея за занять этот пост просто президента в руках административный ресурс наладить массовый выпуск этих изделий наладить все это производство и так далее понимаешь вот что люди не не желают слышать и видеть за тем что я делаю люди говорят да он все это делает лишь бы президентом стать но идиоты ну вот ты мне сейчас это как бы замечание делаешь что слушаешь а не понимаешь всего да говорится что человек если слушает он только пару процентов понимает поэтому поэтому ты позвонил и я снял трубку и тебе ответил 50 минут и сейчас сижу рассказываю чтоб ты понял еще 2 процента там через неделю свяжемся и еще 2 процента поймешь так постепенно к 2018 году и 100 процентов наберется все нормально да все нормально нет смотри если бы мы такую вот системку хоть маленькую запустили как я предлагаю может быть было уже легче в 2018 году добиться того чтобы ну в президенты вышли какие то люди другого склада которые которые не ведутся кем давай запускай я за вот я все что могу делаю я включил камеру я потом выложу это видео ну что еще надо головой об стену биться или чего ну все что я могу я делаю хорошо хорошо что ты сразу это не 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 я же этот посыл и записываю на камеру до зрителя передаю эмоциональный фон да ну большинство же слушают такие большинство и слушать это не будут большинство до этого момента просто даже не дослушает ну да поэтому надо наверное что то вырезать коротко стараться да не надо вырезать я этот сюжет выложу ты потом посмотришь и сможешь делать гиперссылки что с такой-то минуты идет речь о том-то на такой минуте речь идет о том-то гиперссылки я вообще-то это физически не знаю как но ну вот видишь хочешь что-то продвигать узнаем новое надо завершать 52 минуты просто у меня монтаж не работает единым сюжетом чтобы это ушло хорошо мы сейчас будем прощаться когда ты этот фильм выложишь то мне ссылку тоже вышлишь да конечно конечно ну уже через ну я сейчас уйду но там сегодня завтра уже будет но на прощание хочу сказать ярослав поверь мне вот ты говоришь там все говорят что у них идея самая лучшая и так далее а я хочу сказать у меня она абсолютно не последняя да я ж не спорю что она она одна из самых самых мы должны друг друга дополнять просто у нас нет возможности полноценно другим людям раскрыть суть идеи поскольку это не упаковано не оформлено то на то чтобы даже это объяснить уходят часы у людей нету этих часов люди в современном мегаполисе не могут себе позволить представь сколько умных людей на планете тысячи умных людей миллионы миллионы вот я сделал свою профессию слушать умных людей мне это нравится но у других людей есть другие заботы семья дети там ну и так далее ну понятно вот я провожу много времени на этих текстах видеофильмах ищу таких людей подобных тебе